СПОРТ ТАЙМ Уважаемые телезрители, я напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать по системе WhatsApp, по номеру, который вы видите на своих экранах. А главный вопрос, который нас интересует изначально всегда, это же, конечно же, история формирования клуба. Расскажите о ней поподробнее. История такая. Нас, в общем, четверо организаторов. И трое из этих четырех, в том числе и я, мы работали вместе. Одна работа у нас на всех, на троих была. Вот. За несколько лет до этого, до того, как мы создали турнир, были ребята, с кем мы играли раньше вместе. Их было много, но по каким-то причинам у каждого появились какие-то свои дела, по каким-то причинам мы перестали играть вместе. То есть мы арендовали поле, там, за свой счет, все, просто играли вместе, а потом перестали. Потом как-то один день, один из тех, кто работали вместе, один из нас предложил возобновить вот эти вот самые игры, только уже в формате турнира. Другим это понравилось, слово за слово, обсудили детали и сделали турнир. И, в общем, первый сезон получился, так сказать, в близком кругу. И получился довольно-таки неплохо. К такому названию мы пришли, цель была одна от этого названия. Хотели все, чтобы кто играет у нас в лиге, хотели приблизить всех друг к другу, как можно, чтобы были у всех братские отношения. То есть, как мы знаем, часто какие-то турниры, где есть соревновательный дух, все наш менталитет приводит к тому, что где-то возникают споры, где-то... У нас была цель, чтобы вот все это исключить и сделать такую лигу, где будут все относиться друг к другу хорошо, как братья. У нас в Дагестане, мне кажется, очень тяжело такого добиться. Потому что характеры у нас такие... Да, вначале было тяжело, но со временем я вам скажу, что получилось. То есть, ребята все-таки пришли к тому, что конфликты не решают проблемы во время футбола. Да, 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 именно. Интересно узнать у вас, Изудин. Мы немножко узнали о истории формирования клуба. Вообще, какие команды участвуют на данный момент в турнирах, в лиге? Насколько я знаю, у вас лиги есть и турниры есть, правильно? Чтобы наши телезрители, те, кто не интересуется футболом, понимали. Лига это, скажем так, как Шамиль правильно... Это когда много матчей. Да, много матчей, то есть... Когда в один день. Да, то есть в один день заканчивается весь турнир. Расскажите, пожалуйста, Изудин, какие команды у вас сейчас в лиге? Если честно, вначале мы сами даже не ожидали, что это будет так масштабно. Мы думали просто там с Ипорки или там с города просто взять команды, собрать... Вы так по городскому рассуждали, да? Думали так, собрать команды и будет там 8 команд, сделаем лигу, будем так начинать. Ну, первый сезон так, можно сказать, и прошел. Кто-то с поселка, кто-то знакомый. Так и заявилось, там 12 команд, по-моему, у нас в первом сезоне было. А сколько в команде? Это мини-футбол, правильно я понимаю? Да, мини-футбол, там 6 на 6 играет. Вот второй сезон смотрим уже... Так, извиняюсь, первый сезон за ОР я участвовал. А, ну это без этого нельзя... Я должен был бы рассказать, я выигрывал его. Изудин, продолжай. Все, не знаю. Изудин. Потом в следующем сезоне уже смотрим, с Баба-Ютовской района есть у нас Ас-Салам команда. Есть с Хаса-Ютова Казбек команда. В этом сезоне Сухакумская команда 5 часов ехала сюда, чтобы сыграть 1 час. И эти ребята ни разу не подвели, и всегда вовремя приходили. И это одна из организованных команд была у нас в лиге тоже. Вот она... Уже ко второму турниру, скажем так, ко второму турниру уже потянулись другие города. Это на сегодняшний день, который пятый сезон был. А, то есть уже сегодня, да? У вас, в общем, сколько, получается, туров было? Ну, я имею в виду игр вообще. У нас это пятый сезон был. А, пятый сезон, понятно. А туров? Туров у нас 15 туров. 16 команд, 15. То есть каждая команда играет с каждой командой. То есть команда из Сухакумска должна быть 15 раз приехать сюда, проделывая по 5 часов пути. 5 часов пути, 4 часа пути. Это действительно достойное уважение. Это в одну сторону, это 5 часов. Это в одну сторону, 4 часа пути. Да. Ну, в Сухакумске ребята отличаются крепостью духа. Не знаем. А у вас хорошая команда. Отбор есть на турнир? Или вы просто вот пришел я, допустим, с командой, хочу играть, вы записываете, да? У нас очень жесткий отбор. То есть контроль, да? И по вещам, и так далее. Да, этот, заявляются команды, мы заранее оповещаем через соцсети, оповещаем. И какие-то определенные условия есть. И кто проходит, там определенное количество команд проходит, и вот кто пройдет, он и заявляется в лигу. А что за условия у вас такие? Ну, условия у нас нужно определенное количество человек, чтобы заявки было. Нужно, чтобы они, ну, чтобы ответственный капитан был, там человек был, который ответственный. То есть какая-то организованная часть тоже должна быть, не просто ребята, скажем, с соседнего двора. А сами организаторы могут участвовать? Да, обязательно, без этого никак. Ну, организационная часть, она не только на командах висит, однозначно. Сами организаторы, это же организация поля, это же судьи, это же, на данный момент, я знаю, вы уже включили и видеосъемку, и трансляцию прямую. То есть поболеть могут из тех же самых загостей Сухокумска, их, скажем так, горожане, их соседей, друзья. Вот интересно, как вы к этому пришли? То есть с первым турниром, насколько я знаю, этого всего не было. Только сейчас. Да, если честно, мы первый турнир начинали с простого телефона. У кого какой телефон был, это и снимали, какие-то отрывки выставляли в YouTube. Но потихоньку сейчас мы уже каждый матч снимаем, каждый матч снимаем. Есть профессиональный фотоаппарат, взяли, его даже в долг покупали мы. И может каждый посмотреть свои фотографии, каждый матч может посмотреть. Ну и судьи есть теперь, дисквалификации есть, красные, желтые, голы, все-все включено туда. То есть в первом сезоне судей не было. Теперь все начинали так, судили сами. Судей хороших, квалифицированных судей в первом сезоне не было. Так как в первом сезоне из-за этого именно возникало много вопросов, как мы сказали, уже такого отношения друг к другу не было, как сейчас. И любая ошибка, она была, как скажем так, у нас в Дагестане опасно ошибаться. Нападали там, обували там всякие эти, как сказать, претензии к нам. Вот на второй сезон решили сохранить свое здоровье, наняли судей. И потихоньку эти судьи решили, в том числе, они помогли нам решить этот вопрос. Плавно мы перетекаем к вопросу о спонсорстве, да? Да, призовой фонд. Да, призовой фонд, вот это все организационные моменты. Откуда это все берется? Это же непонятно, что вы же не на поле находите купюры. Ну, спонсорство. На данный момент, спасибо, кстати, за вопрос. На данный момент, как таковых, спонсоров у нас нет. Мы делаем все своими силами. То есть, есть взнос определенной команды, которую они платят нам для участия в турнире. Мы этот взнос сделали минимальным, так как изначально турнир планировался и создавался только для того, чтобы ее мог играть каждый желающий. То есть, есть у нас более квалифицированные, более высокого уровня турнира, но там играть себе может позволить не каждый, если у вас нет спонсора. А этот турнир мы сделали так, чтобы мог участвовать любой, любой желающий прийти. Если у него есть команда, то и взносы мы сделали небольшие. Именно поэтому у нас, как сказать, к нам такого большого интереса со стороны инвесторов, если можно так выразить, к нам нет. Но мы открыты для любых предложений, мы рассмотрим свои предложения, если таковы и будут. Ну, надеемся, конечно, после нашей программы кто-то увидит и поможет для организации. Это в любом случае какие-то средства, они всегда нужны. Это единственный турнир по мини-футболу, по-моему, единственная лига. Есть 8 на 8, да, 6 на 6, я не слышал, чтобы у нас было Махачкалю. Да, есть 5 на 5, бывали турниры, но такие турниры в основном как-то. Это как кубки проходят, да? Разовые. Есть между сел, районов, да, но вот так, чтобы любой мог прийти и поиграть, я не слышал. Причем уже несколько сезонов подряд, это действительно достойно уважения. Вот все-таки интересно было бы узнать, возникают ли у вас какие-то проблемы? Потому что мы знаем, что в Дагестане, в принципе, у нас много площадок для игры в мини-футбол. Ну, часто бывает такое, что отсутствует просто на них буквально в час для того, чтобы можно было арендовать поле. Возникают ли такие проблемы? С какими проблемами вы сталкиваетесь в этой организации? С арендой поля. И с арендой, и вообще, какие проблемы именно вас тревожат? Здесь проблем, конечно же, не бывает. Здесь проблем, конечно же, не бывает. Если человек берется что-то организовывать, если эта работа особенно связана с контактом с людьми, то без проблем не бывает. Проблемы не возникают, но из-за этих проблем нельзя опускать руки. Проблемы у нас в том числе тоже возникают, но мы их решаем по мере возникновения. А с арендой поля, именно с арендой поля проблем пока не было. То есть в принципе вас ничего не тревожит, можно сказать? Изначально, можно сказать, нам крупно повезло, что нам досталось именно то время, которое было нам нужно. После этого мы уже не упускали это время. Отлично. То есть я здесь добавлю тоже. То есть лига с самого начала была как бы общедоступная. То есть человек работает утром, скажем, с 9 до 5, да. Приходит после рабочего дня и может играть в лиге. То есть с 7 часов лига начинается, он с 7 до 12, до 11 часов графики с игр. Приходит, играет, он платит то же самое за час игры тысячи рублей. Да, у нас 1200 рублей. И он получает календарь, там, авторов голов, видеосъемку, фотосъемку. И что самое главное, тренерный интерес. Да, и это интересно просто. Однозначно. Ну, у меня лично и появился интерес посетить эту люк, как минимум посмотреть на матчи. Потому что, скажем так, я родом из города Сухокумска, ну, бывал там. И у меня множество друзей там. Интересно бы посмотреть, как они приезжают и кто там вообще в этих командах. Извиняюсь, можно добавить? Да, конечно. Пятый сезон тоже я выиграл. Я же удивился, почему сразу об этом не сказал. Я оставил на поток. Кстати, команда из Сухокумска заняла второе место в этом пятом сезоне. Это был для них первый сезон. Это был первый сезон? Им одну очку не хватило, чтобы взять в первом месте. Ну, на этой позитивной ноте, уважаемые телезрители, мы прервемся на короткую рекламу. Я попрошу вас не переключаться. Скоро мы вернемся в эту студию и продолжим нашу беседу. Итак, уважаемые телезрители, мы снова в студии программы «Спортайм». Ее ведущий сегодня я, Завра Длегереев. И сегодня мой коллега Шамиль Махаев. Шамиль Махаев у нас чемпион, как мы выяснили. Мы сегодня говорим о братской футбольной лиге. И наши гости это Гаджиев Изудин, он организатор. И также его коллега-организатор Маликов Джамал. Джамал у нас в клетчатой рубашке, Изудин в голубой рубашке для тех, кто ничего не понял. Итак, уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что вы можете отправлять свои вопросы по системе WhatsApp на наш номер телефона, которую вы видите на своих экранах, участвуйте в беседе, задавайте интересные вопросы. Я думаю, многие из вас интересуются футболом и также можете в будущем поучаствовать в этой же братской футбольной лиге. А мы продолжаем. Так, мы остановились на вопросе, Шамиль. По какой системе проходит лига? Вот что нам интересно. То есть у нас есть кубковая система, где команды заявляются на кубок и проиграл, вылетел. Вот кто остается в финале выигрывает, тот и становится чемпионом. Это по кубковой системе. Есть система, где каждый должен играть с каждым. Мы ранее говорили об этом. То есть 16 команд, каждая команда должна провести по 15 игр. Там считаются очки, каждый выиграет 3 очка, ничья, 1 очко. Проиграл, соответственно, 0 очков. И также считаются забитые, пропущенные голы. Ну, в общем, все суммируется. И кого больше всех очков, тот и побеждает. А дома, гостях системы нет? Нет, дома, гостях нет. Это связано с тем, что турнир будет очень длинным. А сколько вообще длится турнир? Около 3,5 месяца длится. Один сезон. А тайм, сколько матч? Тайм у нас 20 минут, плюс добавлено это. Получается, в неделю 40 минут играть? 40 минут, да. Грубо говоря, не час на игру. Подготовка перед матчем, отдых между таймами. Ну, устать можно за 40 минут. Устать можно. Для непрофессиональных игроков и часы игры, это, в принципе, солидное, скажем так, время. Очень много вопросов касаемо спонсорства задают телезрители. Я не пойму, почему именно это интересует их. Вот рассматриваете ли вы спонсоров? Вот что касается спонсоров, расскажите. Мы тут, наверное, на этот вопрос ответим. Рассматриваете ли лига БФЛ спонсора? Ну, естественно, естественно. Мы открыты для всех предложений, если кто что-то хочет предложить. То есть тут возникает опять-таки вопрос, что мы им можем предложить взамен. А взамен можем предложить. У нас, в принципе, лига, как мы говорили, 16 команд. В каждой команде не меньше 10 человек. Это за один вечер, за один тур игровой. Наш турнир посещает порядка 200 человек. Минимум, это включая еще болельщиков. Включая болельщики у кого-то. Интернет-зрители, если вы же вещаете онлайн в Ютубе, правильно? Помимо этого, мы можем предложить продвижение в соцсетях. У нас есть свой аккаунт, там около 20 тысяч подписчиков. И я вам скажу честно, они очень активные. Даже та же страница, которую я другую веду, 30 тысяч. Там у меня бывает порядка 150 лайков. А там до 300 доходит. Просмотров очень много, комментариев много. Очень интересная лига. Также сайт есть, другие соцсети. Даже сайт есть у вас. Да, есть у нас свой сайт. performalcate.ru Спонсор даже может на футболках любой команды разместить свой логотип. Свой логотип и так далее. Ну, обычный спонсорский контракт, скажем так. Еще интересно было бы узнать о уровне игроков. Я знаю, что не профессиональные игроки в основном в лиге. Но в любом случае это люди, которые, наверное, любят футбол. И очень, как минимум, болеют за каждую игру. Интересно было бы узнать о том, какие моменты вы замечаете в матче. Насколько профессионализм игроков порой вас удивляет. Скажем так, есть как очень высокого уровня игроки. Да. Очень высокого уровня игроки. Игроки, которые где-то там играли на профессиональном уровне. Есть даже один игрок, который признавался на профессиональной лиге в зарубежной стране лучшим игроком сезона. То есть это тот же самый. Как вчера помню, если честно. И есть игроки не такого высокого уровня, как они. То есть в сумме получается неплохой уровень футбола. Но, скажем так, те игроки, у которых есть большой опыт в игре, они выделяются очень сильно. Они ментально думают по-другому, размышляют. Как получают мяч, они не торопятся его отдавать, куда-то пихнуть в футбольном жаргоне, если сказать. Они очень сильно отличаются. И именно такие игроки по окончанию сезона, когда мы определяем. То есть у нас есть индивидуальные награды, лучший игрок турнира и так далее и тому подобное. То есть именно такие игроки и становятся в конце сезона лучшими игроками. Те, у кого есть большой опыт. Но что заметно, если посмотреть на первый сезон и на пятый, есть игроки, которые играют с первого сезона. Если посмотреть на все сезоны, те игроки, которые показывали низкий уровень футбола, скажем так, в первом сезоне, очень хорошо набрали до пятого сезона. То есть мы радуемся, когда видим, что наша работа проходит не просто так. Что есть игроки, и даже есть некоторые игроки, которые заключили контракт и играли в нашей лиге, заключили профессиональный контракт с профессиональными футбольными клубами. Даже так? Да. Интересно. Вот. Ну вообще профессионализм игроков, это, конечно, важная составляющая любого турнира. И это добавляет некоторого интереса в любую игру и вообще в матчах особенностей. Шамиль, что ты хотел спросить? Хотелось спросить, что изменилось у команды, которые играли в первом сезоне, и играют одни и те же команды или заявляются новые какие-то команды? Новые, конечно же новые. Одни и те же ребята, те ребята, те команды, которые занимают самые низкие два места, эти команды покидают нашу лигу. А даже так? Они не в следующем сезоне, они не имеют права? Не имеют права играть в отборочных играх. То есть еще другие игры бывают, помимо лиги самой? Да, они должны пройти отборочные игры. То есть мы перед сезоном, перед тем, как начать сезон, мы оповещаем всех, к нам поступают заявки от желающих команд, и мы их делим на несколько групп, и они проводят игры по несколько игр в каждой своей группе. Кто занимает первые места в своей группе, только они проходят в лигу. То есть это нам также помогает повысить уровень футбола, уровень игры в нашей лиге. Вот с игроками понятно, игроки у вас чуть-чуть набрали, получается, по футбольному скажу. А вот сами команды, понятно, что в команде есть один игрок, но он сам не может тащить всю команду на себя. Да, все-таки футбол-то командный игрок. Да, а вот командный, таких хороших команд больше стало с первого сезона? Хороших команд, конечно, в разы больше стало, но и немного не соглашусь с вами, в мини-футболе, где формат 6 на 6, один игрок может решать много чего. Ну, не скажите, мне очень сложно одному играть. Очень сложно. Да, простите меня, моя команда интересуется. Еще раз отмечаем я себе, что Шамиль Махаев двухкратный чемпионат. Ну, раз мы поговорим об уровне игроков, еще интересно стало, так как у вас предстоящий сезон еще на носу, или же вы уже его запустили? Сейчас будет кубок. А, то есть кубок будет. Интересно было, какие-то новшества были ли внесены, и вообще что изменилось с предыдущего турнира? Вот я, как вначале, как мы отмечали, мы вначале снимали, да, вот просто на телефон. Какие-то отрывки только могли снимать. Сейчас, как и говорили, фотосъемка у нас есть, уже профессиональный фотоаппарат. Есть видеосъемка, каждый матч выставляется в YouTube, в специальном канале. То есть этот турнир не исключение? Да, не исключение, да. Судейство, это один из самых больших плюсов у нас судейства, и судьи тоже у нас профессиональные. Они уже не один матч тоже судили, их по всему Дагестану знают, даже за пределами Дагестана знают. Очень профессиональные судьи, они нам очень облегчили тоже. Ну, а каковых новшеств, в отличие от других турниров у нас тоже есть, мы не допускаем к играм, что может показаться кому-то удивительным, мы не допускаем к играм ребят в коротких шортах. Это обусловлено именно со стороны религиозной, с религиозного взгляда, мы не допускаем к коротких шортах. Вот, и есть некоторые другие правила, к примеру, мат не разрешаем, как слышим мат, мы удаляем игрока. То есть сразу автоматически красная карточка? Если какой-то там он себе так тихо про себя сказал, мы можем не обратить внимания. Если не услышали, да? Мы услышали, но он не хотел это громко сказать, мы можем не обратить внимания. А если игрок позволяет себе очень громко крикнуть, Кого-то еще тем более оскорбить, это не случайно. Да, а если тем более, если человек перешел на личности, он не сквалифицируется на несколько матчей. А если он просто заматерился, нецензурная лексика, то его удаляют с игры. У нас был даже опыт, да, мы даже с себя начинаем. Бывает, и мы, у нас тоже эмоции бывают. Если получилось так, что и мы что-то сказали, или не то сделали, мы и себя тоже дисквалифицируем на один, два или три матча. Так как, организаторы берут, сами себя исключают? Да, мы не исключение, да. Ну, как говорится, конечно, игра есть игра, но за правилами нужно следить. Потому что каждый должен придерживаться нормальной человеческой игры, без каких-либо переборов в отношении друг друга. Потому что футбол, все мы знаем, и Шамиль Махаев подтвердит, что это очень импульсивная игра, очень конкурентная игра и требует больших эмоциональных затрат. Мы поговорили о ношествах, поговорили о том, что нового будет. О Кубке хотелось бы узнать поподробнее. Сколько команд в этот раз участвует? И какие команды, помимо Сухокумска, о которых мы уже говорили, еще есть в туре? Ну, на данный момент число команд точно неизвестно, но их больше десяти, это точно. То есть заявки пока заполняются? Это те команды, которые не были заявлены ранее. Помимо этого, я думаю, все 16 команд, которые в лиге участвуют, они все тоже будут участвовать. У вас максимальное количество в 16 команд? Нет, правильно? А то есть неограниченное количество в лиге. Неограниченное. А, в лиге. В Кубок могут заявиться любые. Допустим, мы можем с тобой, Заур, себе команду все собрать. Ну, с тобой это можно. Ну, кратный чемпион. В Кубок я не выиграл, Заур. Кубок нужно выиграть. Мы с тобой, мешало, сделаем это. Да, обязательно. Мы можем собрать команду и пойти... Ну, я могу активно поболеть за тебя. Нет, ты будешь играть, Заур, как я без тебя. Кстати, это можно сделать у нас на сайте. Надо будет специальный бланк заполнить, состав отправить, капитана. И это все на сайте есть. То есть все дистанционно решается, и никаких проблем. Не обязательно ехать, составляться. Вот мы, вот наша команда. Но это очень удобно, особенно для людей, которые живут в Сувакумске. На 4 часа ехать, конечно, не так-то просто. Ну, по предстоящему Кубке, насколько мы слышали с Шамелем, вы как-то эту тему не затрагиваете, есть какой-то благотворительный турнир, который вы собираетесь организовать. Можно было об этом поподробнее, потому что благотворительность – это та вещь, которую другие одни считают, что должны делать скрытно, но если мы делать это будем скрытно, люди, которые хотят внести свой вклад, не смогут помочь. Хотелось бы узнать об этом поподробнее, и чтобы люди, которые заинтересуются благотворительностью, могли также внести свой вклад. Кстати, эта дилемма перед нами тоже стала. Мы хотели как-то сделать это, размышляли, сделать как-то скрытно, но скрытно турнир в футболе не сделаешь, особенно если он благотворительный, если хочешь собрать как можно больше средств. И вот для этого, для того, чтобы сделать благотворительный турнир, то есть предстоящий Кубок, открытый Кубок, там все желающие, то есть ограничений для команд нету, и для количества команд также, никаких ограничений, играть будет все желающие. Для того, чтобы сделать благотворительный турнир, мы это дело доверили тем людям, которые этим занимаются непосредственно. То есть обратились к фонду «Чистое сердце», «Чистое сердце», фонд благотворительный. Они пошли нам на встречу, за что им спасибо, засняли видеоролик и распространили. То есть все, кто видит видеоролик, если даже они не заявились, то хотя бы, может быть, они будут неравнодушны к этому, может быть, кто-то придет просто выделить какие-то средства. То есть мы планируем поставить урна для тех, кто не играет в футбол, не участвует в турнире, какие-то урны поставить на поле, рядом с полями. Все, кто хочет пожертвовать что-то для тех, кто нуждается в этом, они могут подойти и пожертвовать свои средства. Ну, бывает такое, что... Да, пожалуйста, Шам. Вот куда мы с тобой пойдем. Не играть, а просто смотреть. То есть человек будет заниматься своим любимым делом, играть в футбол и, примо этого, помогать. Приятное и с полезным, да, как говорится? А заур будет смотреть и еще носить свой вклад. И еще подходить к урну. Обязательно. Интересно было бы узнать, вот те средства, которые вы выручите, они будут идти именно нуждающимся семьям или вы собираетесь посетить какой-то, может быть, детский приют или же детский дом? Именно какой-то определенности в этом у нас не было. Но нам предложили в самом фонде, нам предложили выделить эти средства нуждающимся семьям. Ясно. Наверное, так и сделаем. Вот кубок у вас, вы сказали, кубок сейчас проводится, число можно узнать, да? Когда будет? Слово. Девятого числа начнется турнир. С девятого сентября? С девятого сентября. То есть кубок будет, не как вы говорили чуть ранее, не за один день. То есть если мы планируем собрать много команд, то за один день его закончить не получится. Девятого сентября мы начнем, а далее уже десятого сентября второй тур. Кто останется дальше, уже мы назначим день и всех оповестим, когда будут финальные, полуфинальные игры. Уже дальше мы оповестим всех. Что бы у людей, которые, скажем так, заинтересовались, которые хотят также поучаствовать или внести свой вклад, где можно найти информацию по поводу кубка? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. У нас есть личный аккаунт, это BFL05 называется, это страничка в Инстаграме. Там можно в директ написать, мы подробную информацию даем. Или у нас в контактах есть тоже такая же личка. Остальные сети ВКонтакте? Да, да, да. И есть сайт BFL05. Там всю информацию можно там. Я пробовал, можно... Заявки мы принимаем до пятницы, до 7 сентября мы принимаем. До 7 сентября мы принимаем. Пятница уже непосредственно жеребевка. Люди интересуются, какой взнос? По взносу... То есть мы когда рассказывали про возникновение турнира, мы рассказали про взнос. Почему и какой взнос был, мы не рассказали. Подробно мы не рассказали. Расскажем сейчас, раз уже интересуется. Взнос такой. Изначально взнос на турнир, как такого, первого взноса нет. То есть как на других турнирах, 3 тысячи, 5 тысяч рублей, такого взноса у нас нет. Почему мы так сделали? Потому что, чтобы раз уже кубок на вылет, то есть команда пришла, отдала 5 тысяч рублей, проиграла, вылетела, чтобы мне было обидно. Мы сделали так. Каждая команда играет в свою игру и платит 1200 рублей. Откуда именно эта цифра? Эта цифра взялась, что 1000 рублей идет за оплату поля. Это в Махачкале игра, это все знают. Из команды? Да. И 200 рублей судейства, и все остальные организационные моменты. Мы вот так посчитали. То есть каждая команда платит 1200 рублей за одну игру. Если команда на кубке выиграла, прошла дальше, то все повторяется. 1200 рублей. Так до финала. Финал оплачиваем мы, организаторы. То есть полуфинал и финал проходит за один день, обычно. И для того, чтобы командам не было накладно, мы финал оплачиваем сами, а полуфинал оплачивают команды. А в итоге победители что получают? В итоге победители получают кубок чемпиона, медали. Возможно, будут какие-то индивидуальные награды, как лучший игрок турнира, лучший бомбардир. Возможно, будут. Они пока не утверждены. А все остальные средства, как мы говорили, пойдут на благотворительность. А по какой системе будет проводиться кубок? Групповой этап, и потом уже на вылет в плей-офф, да? Или сразу вылетит? Это у нас, как мы говорили, до 7-го числа включительно мы принимаем заявки. После будет жеребевка. Мы на данный момент не знаем, сколько команд будет. Но когда цифры уже точные будут, мы сделаем жеребевку, и уже будет на вылет игры. То есть проиграл, вылетел. Оставшиеся две команды играют в финал, и победитель выигрывает. Ясно. Ну, я думаю, многим уважаемым нашим телезрителям, кто нас смотрит, сейчас вопрос стал ясен, потому что мне самому было интересно, как это все проводится, организуется. Вообще все организационные моменты, они требуют, насколько я понимаю, очень больших затрат и временных, и вообще вы очень много сил на ее тратить на всю работу. Или же это вне вашей работы вас не затрудняет? На самом деле, даже возникают какие-то проблемы, связанные со своей семьей. То есть не всегда получается уделить время своей семье, должного внимания им уделить. За что? За понимание. Хочу сказать спасибо своей семье. Но эта работа, на самом деле, работа, связанная с людьми, она занимает много времени. Много времени и сил. Она забирает много. Ну, помимо работы на поле, мы еще и какие-то обзоры составляем. Надо же этот календарь размещать, надо эти обзоры делать. У нас помимо этого еще и конкурсы бывают. Например, конкурс «Лучший снайпер» называется. Там их надо придумывать, надо редактировать. Вот такие моменты очень много времени занимают. То есть одним тем, что мы приходим на поле и организовываем матчи, это все не заканчивается. Самое сложное делается до этого. До и после, да? Да. Вы сказали, когда изначально вы планировали эту лигу, вас было четверо, да? Команда расширилась, или до сих пор четвером? Нет, четвером. Также четвером? Да, также четвером. Я думаю, на этой интересной ноте у нас еще несколько вопросов осталось. Сейчас небольшая, точнее, короткая реклама. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, скоро мы вернемся в программу «Спорта». Итак, уважаемые телезрители, и снова «Ассалам алейкум». Мы приветствуем вас в студии программы «Спорт Тайм». Сегодня ведущий Азавр Адельгиреев. И Шамиль Махаев. Уважаемые наши гости, это организаторы «Братской футбольной лиги» Гаджиев Изудин и Маликов Джамал. Мы уже обсудили очень много вопросов касаемо этой «Братской футбольной лиги». Поняли, почему она называется «Братская». Потому что упор делается именно на братские взаимоотношения, чтобы игра в футбол не напоминала побоище или же какое-то там избиение друг друга, оскорбление, как это обычно бывает в некоторых играх, что не очень, конечно, хорошо. А действительно, «Братский футбол». Когда люди, ну, конечно, без нервов не приходят, как мы поняли, как мы выяснили. У нас осталось несколько вопросов. И этот основной вопрос – это суперкубок. То есть мы в перерыве узнали, что у вас проводятся и такие соревнования. Лига и кубок. То есть что это такое, расскажите поподробнее, чтобы и мы, и телезрители понимали. То есть команда, которая занимает первое место в лиге, и команда, которая занимает в кубке первое место, они уже играют за суперкубок. Это одна игра. Это одна игра. И кто побеждает, тот и становится чемпионом. Абсолютным чемпионом. Абсолютным чемпионом. Ну, на этом количество турниров заканчивается. У вас в действительности, несмотря на то, что просто вы держите на личной инициативе, очень много игр, очень много различных турниров, и это не может не радовать даже просто меня, как не особо, скажем так, любителя футбола. Это мы вообще, в общем, сделали для того, чтобы это было максимально близко к профессиональному футболу. Какие есть у них турниры, мы такие и стараемся организовать. То есть чтобы все не ограничивалось на одной лиге, это все бывает надоедливо, что ли. Если человек играет полгода один и тот же турнир, это начинает как-то приедаться. Как вы вообще привлекаете молодежь в футбол? Вы исключительно занимаетесь пиаром через социальные сети или же кто-то уже сарафан на радио работает? И то, и другое работает. И то, и другое. И то, и другое, да? А кто сказал, что там только молодые играют? А здесь и старики вот так вот. Что касается стариков, это понятно. А что касается молодых людей, планируете ли вы организацию матчей именно для людей младшего возраста? Может быть, это будет там несколько, скажем так... Детская и братская футбольная лига. Детская и братская футбольная лига. Пока такой мужик не было. Но, кстати, идея хорошая, мы обсудим это. Женская футбольная лига, вот я вам еще и делаю. Вот это уже лишнее. Особенно в Дагестане. Он хочет там играть. Понятно. И также телезрители интересуются по поводу расширения. Может быть, вы планируете, наверное... Планируется выезд, наверное, команды в другие города или вообще любые формы расширения? Я имею в виду, может быть, будут привлекаться команды из других регионов? Да не то, что географически. Лига сама по себе будет всегда любительской. Или вы хотите, ну, на профессиональный уровень выйти? Уже полупрофессиональный уровень. Ну, мы не хотим отходить от изначальной цели. Мы хотим, чтобы турнир был доступен для всех. Мы хотим, чтобы играли побольше людей у нас в турнире. Чтобы они, молодежь, именно вот вы затронули тему молодежи, чтобы молодежь не ходила где-то там по ночам. А они играли у нас, хотя бы это время они проводились в пользу и для себя, и для остальных. Хотя бы один день проводили. Хотя бы один день на поле, да. Хотя бы вот в это время, чтобы они не гуляли где-то. Не дай бог, что они начнут что-то плохое делать. Именно на молодежь ориентируемся. Но есть также и возрастные игроки. Есть игрок, которому 50 лет. Да. Это очень хороший игрок. Хороший вратарь. И, кстати, все слушаются его. Он, конечно, капитан команды. Хоть официально капитан команды и другой, но все слушаются именно его. Ну, он, получается, самый опытный как игрок, да? Да. Чисто поэтому. Понятно. Так, ну, у нас были вопросы касаемо организации, но просто отставим их в сторону. Меня больше интересует, что вас мотивирует. В действительности вы проделаете огромную работу. Вы привлекаете уже больше 200 человек. И организуете постоянно турниры, ежегодно. Что вас заставляет это делать? Вот, давайте я отвечу. Да. Ну, вас из-за чего, в первую очередь. То, что вот после футбола у нас и группа есть своя, да, вот, в WhatsApp. Там все капитаны присутствуют. Помимо футбола, там отдыхаем мы. Бывают, ходим на какие-то отдыхы. Бывает, друг друга на хинькал зовут. Бывает, помимо этого, и футбол на джойстиках можем поиграть. Вот такие интересные моменты бывают. То есть, то, что именно нас мотивирует, то, что ребята, побольше людей узнают друг друга. И на самом деле, нашу изначальную цель, братские отношения, они, мы к своему удивлению, мы не думали, что будет так хорошо получаться. Но к своему удивлению мы начали замечать, что ребята уже созваниваются между собой. Где-то встречаются, присаживаются, там, могут поесть вместе где-нибудь. Вот. И нас это мотивирует. Когда мы видим, иногда бывают, конечно, сбои у нас в голове, и думают, ну, вот, давайте скажем так. Есть люди, которые берут калькулятор и начинают считать, так, 1200 рублей за одну игру, одна команда. В общем, 16 команд. Так, вышло за один день вот столько-то. Они начинают считать, сколько мы получаем взноса. Они понимают, что вы ничего не получаете, да? Нет. Они как раз таки начинают думать, что мы получаем очень огромные деньги. Но они в тот же момент, они забывают, считают, что мы оплачиваем судьи, мы оплачиваем поля, за поля, кстати, немаленькие деньги. Мечи? Мечи мы покупаем. Если хотя бы чуть-чуть мяч их не устраивает, игроков, то 50% игроков начинают жаловаться. Мяч купить, мяч купить. А мячи не дешевые, скажем так. Ну и плохим мячом, я думаю, никто не хочет играть. Да, плохим мячом никто не хочет играть. Я их в этом понимаю. И мы стараемся для них организовать все для того, чтобы они играли хорошо. Расходы, то есть, они есть. И если сказать, затронуть материальную сторону, то мотивация у нас там небольшая. Скажем прямо, мотивация именно вот то, что мы видим, что есть толк, польза от нашей работы. Кстати, лигу мы, можно сказать, в долг начинали. Просто брали в долг, покупали мячи, одежду там и другие моменты тоже. Ну, я, честно говоря, рад, что в Дагестане есть люди, которые в действительности организуют такие лиги. И в деду Шамиль Махаев может занять два первых места. Два первых места, да. Это в действительности похвально. И огромное уважение лично от меня, вам, ребят, за то, что вы делаете такое большое дело, которое другие, ну, может быть, ценят, а может быть и нет. Ну, это, как говорится, на том свете сочтемся. Будем надеяться. Обязательно. Я благодарю вас, что вы пришли в нашу студию, что посетили нас, рассказали столько о действительности, интересной информации. А сейчас, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Шамиль, что-то хочешь сказать напоследок? Спасибо вам, ребята, за турнир. Спасибо вам. Двухкратный чемпион. Извини, это тебе спасибо. Дали возможность Шамилю Махаеву самоутвердиться, доказать, что он хороший футболист. Всем ассаламу алейкум и возвращайтесь и смотрите телеканал ННТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова